Поучительный пример для всех как в России отреагировали на решение суда по делу Кокорина и Мамаева. 9 мая 2019, 13.30 Сергей Стариков дела Александра Кокорина и Павла Мамаева. Урок для всех, в том числе для молодых спортсменов. Об этом заявил президент РФС Александр Дюков. Министр спорта Павел Колобков считает, что футболисты смогут возобновить профессиональную карьеру после выхода на свободу. Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматули надеется, что срок заключения не будет продлен. При этом олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин назвал вердикт суда несправедливым. Он считает наказание несоразмерным преступлением. Накануне в Пресненском районном суде Москвы завершился судебный процесс над футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Они были осуждены за избиение главы департамента Минпромторга Дениса Пака, гендиректора в ГУП НАМИ Сергея Гойсина и водителя телеведущей Юльги Ушакова Виталия Соловчука. Форвард Зенита был приговорен к одному году и шести месяцам заключения в колонии общего режима, а полузащитник Краснодара – к одному году и пяти месяцам. Вердикт вызвал бурную реакцию в обществе. Как отметил Рамзан Кадыров, решение суда может осложнить футболистам возвращение в профессиональный спорт. Также по теме «Справедливость не достигнута», как отреагировали адвокаты на приговор Мамаеву и Кокорину. Футболист Александр Кокорин будет подавать апелляцию на приговор суда. Об этом заявила его адвокат Татьяна Стукалова, нападающего. «Александр и Павел продолжительное время не играли, отвыкли от футбола, получили моральный и психологический стресс. Это еще более отдалит их от большого спорта, где привыкли иметь дело со звездами первой величины», – цитирует Кадырова РБК. Помимо главы Чечни, вердикт прокомментировал министр спорта России Павел Колобков. Он отметил, что рад окончанию процесса, а также выразил уверенность в том, что с утра смотрел все обстоятельства дела. «Мы видели все эти видеозаписи, много было сказано и напечатано. Уверен, что ребята сделают выводы из произошедшего и найдут в себе силы вернуться в спорт. Для этого нужно много сделать и завоевать право и доверие у партнеров по команде», – заявил Колобков. По его словам, работа профессионального спортсмена заключается не только в тренировках, но и в поддержании формы на протяжении всего года. Он отметил, что атлеты не должны позволять себе распивать спиртные напитки даже в свободное время. Это один из элементов подготовки к соревнованиям. Атлет должен ежедневно соблюдать режим и готовиться. В этом залог мастерства и успеха в спорте. «Надеюсь, это послужит уроком не только для ребят, но и для нас всех», – заключил Колобков. Президент Российского футбольного союза РФС Александр Дюков не стал комментировать решение суда, отметив, что не является экспертом в уголовном судопроизводстве. При этом он выразил мнение, что игроки должны понести наказание за свои действия. «Надеюсь, что ребята смогут сделать для себя правильный вывод и найти силы вернуться в футбол. Это поучительный пример для всех, в том числе и для молодых спортсменов. Напоминание о том, как важно бережно относиться к данному тебе таланту. «Надо осознавать, что безответственное поведение может перечеркнуть годы упорного труда», – цитирует Дюкова ТАСС. При этом почетный президент РФС Вячеслав Колосков признался, что ожидал более мягкого приговора. «Срок небольшой, это хорошо. Изначально грозились семью годами отбывания в колонии», – сказал Колосков. Экс-чемпиону мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев считает, что суд вынес справедливое решение по делу Кокорина Имамаева. «Это достаточно показательно в том плане, что никто не вечен под луной. Думаю, футболисты получили урок на всю оставшуюся жизнь. Не знаю уж, как они его воспримут. Время покажет. История должна была уже наконец как-то закончиться. Они смогут вернуться в спорт, никто не запрещает им тренироваться. Не так, конечно, как это требуется, но все же», – сказал депутат Государственной Думы. А.Т. согласился с мнением прославленного в прошлом боксера и зампредкомитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов. По его мнению, решения суда не ставят крест на карьерах Кокорина Имамаева. Считаю, что при желании после этого они смогут вернуться в футбол. Я видел материалы дела, атлеты выступали с большим раскаянием. Ситуация была неоднозначная. Конечно, когда люди находятся в нетрезвом состоянии, они не всегда могут верно оценивать происходящее. «Но те, кто является символом спорта, представляет нашу страну, не должны позволять себе подобных действий», – заявил депутат. По словам заместителя председателя Госдумы Игоря Лебедева, форвард «Зенита» и полузащитник Краснодара совершили преступление и понесли за него справедливое наказание. Конечно, по-человечески нам всем их жалко. «Нужно еще сказать спасибо, что суд убрал статью, связанную с предварительным сговором. Такое наказание должно послужить примером другим, несмотря на заслуги и громкие фамилии. Уголовный кодекс начинает играть решающую роль, нежели телефонное право», – сказал депутат. Лебедев также выразил уверенность в том, что Кокорин и Мамаев смогут возобновить профессиональные карьеры после выхода на свободу. Однако отметил, что не каждый коллектив изъявит желание принять их в свои ряды. «Краснодар» уже заявил, что контракт с Мамаевым будет расторгнут, а «Зенит» еще не определился и ждал окончательного решения суда. «Мы слышали предложение господина Кадырова, что он готов взять ребят в Ахмат после освобождения, для продолжения карьеры или чтобы немного перевоспитать. В любом случае в РПЛ найдутся клубы, которые будут готовы их принять», – отметил Лебедев. При этом он добавил, что спортсменам вряд ли придется рассчитывать на зарплату, сопоставимую с той, что они получали до инцидента в октябре 2018 года. «Если они хотят вернуться в футбол и вновь заявить о себе, нужно будет согласиться на любой футбольный клуб РПЛ, лишь бы напали доказывать свой профессионализм», – заключил депутат. Ажиотаж, слезы и разговоры об апелляции, как проходило оглашение приговора по делу Кокорина и Мамаева, Пресненский суд столицы приговорил Александру и Кирилла Кокорина к одному году шести месяцам в колонии общего режима, а их друзей. Согласился с ними акс-футболист ЦСКА Владимир Пономарев. Заслуженный мастер спорта СССР заявил, что в случае с Кокорином и Мамаевым суд должен был поступить иначе. «Абсолютно несправедливое решение. У нас в стране больше нет проблем. Нашли криминал. Испортили ребятам всю карьеру. Жизнь футболиста скоротечна, а чиновника продолжается до посинения», – заявил Пономарев. Такого же мнения придерживается и первый тренер Кокорина Валерий Стаферов. По его словам, следователи даже не пытались докопаться до истины, сосредоточившись на поисках доказательств вины футболистов. При этом ребята виновны перед детьми, которые носили их футболки и считали их кумирами. Они вернутся в футбол. А что им еще делать? Эдуард Стрельцов просидел еще больше и смог, и они способны», – заключил Стаферов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!